Итак, дамы и господа, на канале от латухи AGM, AGM Mobile, AGM Pad P2. Это у нас планшет, как вы видите, в таком прямоугольном угловатом, хотя закругленными краями, но все-таки угловатом корпусе. Я предполагаю, что это все у нас силумин или что-то наподобие, короче, алюминиевый сплав. Камерный модуль выпирает, как будто это чуть ли не зеркалка, и рядом с ним выпирает также вспышечка. Сверху у нас кнопки громкости и микрофон. На углу 3,5 стерео порт для наушников и гарнитуры. С правой стороны лоточек. Давайте лоточек вытащим, посмотрим, что он из себя представляет. Две позиции, либо две сим-карты, либо симка и карта памяти. Далее динамик, динамик, между ними порт Type-C для передачи данных зарядки, возможно передачи звука. Слева динамик, динамик и кнопка питания. На ощупь кажется, что она со встроенным сканером отпечатка, но шиш вам там. В отличие от меня, при покупке этого данного планшета вы рискуете получить в подарок чехольчик. Мне чехла не дали, поэтому я этот планшет нормально с собой носить боялся. Ни один чехол из тех, что у меня есть, к нему не подошел даже на процентов 70, поэтому я его носил как есть. Сначала в рюкзаке, потом под понял, да ну его на. Ребята, покупайте сразу же версию планшета с чехольчиком, что сейчас как раз будет при старте его продаж. Да, вы не удивитесь, ой господи, вы удивитесь, но это на самом деле правда, и я не оговорился именно при старте продаж. То есть ребята сделали некое количество, ну допустим сотню, да, и сотню уже расхватали. Меня попросили приостановить выкладывание видео, потому что они ждут, когда будет следующая партия. То есть, грубо говоря, старт продаж все еще идет, и мы ждем, когда это все дело появится. На борту у нас 14-й дроид, само собой с системой защиты, после перезагрузки он требует ваш парольчик, ну или ключ, кто что делает. Далее обращу внимание, что экран здесь не очень яркий, но достаточно яркий. То есть в помещении яркости более чем достаточно, на улице же ее будет, ну скажем так, маловато. Настройки 14-й дроида переработаны, яркость в люксах я могу замерить, в более навороченных единицах ничего показать не могу. В люксах 326 вы только что видели, в разных местах тут можно найти до 350, больше не найти. То есть, как я и говорил, что в принципе яркости достаточно, но не так, чтобы уж очень много. Видите, на притемненном 40, на ярком 325. Ну, если перевести чисто на белый экран, я с трудом находил таковой, мы получаем 350, и это предел. Некогда это было нормально для смартфонов, которые ходили на улицу, ну то есть, с которыми люди пользовались на улице. Сейчас это, скажем так, минимум. Но поскольку планшет не так часто, надеюсь, бывает на улице, то для дома этой яркости выше, чем достаточно. Сразу от себя замечу, что установлена пленочка, которая изменяет интенсивность свечения экрана. То есть, даже если здесь и нормальная PS-матрица, не теряющая углы обзора, то пленка теряет яркость. Специально или случайно, я не знаю, но аппарат реально в фаз. То есть, когда угол падения центра моего зрения, скажем так, к поверхности равен примерно 90 градусам, максимальная яркость достигается. Как только отклоняем градусов на 30-40, яркость падает в два раза. Хорошо ли это или плохо, я не знаю. Сейчас в последнее время пошли пленочки-антишпионы, которые вообще при отклонении полностью изображение убирают. Но это как бы не она. Поэтому зачем такое вот тускнение? Видимо, это увеличение туннеля зрения. То есть, яркость 350 достигается именно под 90 градусами за счет этой пленки. Возможно, без нее было бы 330-320. Ну, в общем, неважно. Далее. Меня удивило, что в 14-м андроиде есть DuraSpeed. То есть, это программа, в которой нужно помечать галочками те программы, которым вы хотите разрешить работать в фоне. Необычно. Я думал, что где-то с 11-го андроида про DuraSpeed все забыли. Но IGM мне не присылали свое устройство. Я не следил. Возможно, у них это так и оставалось. Ну, как сейчас и осталось. То есть, в каждой программе абсолютно, каждому мессенджеру, который вам нужно, чтобы работал в фоне, вы должны включить рубильник вот на такое положение. И это будет почти гарантировать, что аппарат будет держать эту программу в фоне в рабочем состоянии. Почему почти? Ранее я замечал, что когда этих программ более 10, он все равно начинает их выборочно гасить, если ему не хватает памяти. Здесь памяти, конечно, много. И я думаю, что он долго не будет гасить. Думаю, не 10, а намного больше. Но, как вы сейчас, надеюсь, увидите. Шиш. Классно. Где же у нас оперативочку-то посмотреть? Хранилище нам тоже ничего не даст. Приложение, может быть. Ну, то есть, мы даже оперативку так не видим. Хорошо. А как мы ее увидим? Вот так мы увидим оперативку. Вот. У нас в наличии 8 гигов физической, доступно из которых 4,58 сейчас при запущенных. И, кстати, обратите внимание, все некогда мной запущенные игры вроде без дураспида, а все равно висят. То есть, зачем здесь дура? Я не знаю. Пережитки прошлого, скажем так. То есть, все, что я открывал, в фоне так и осталось висеть. Посмотрим скорость запуска. Теперь понятно. То, что дураспид не отмечено, оно сохраняется, что оно было открыто, но из него как бы все выходит. Кстати, обратите внимание, последняя, то есть, активная вкладка, более крупная. Старые, неактивные, более мелкие. Переходим. Ну, вот. Интернета на самом деле нет. Это он бредит. Переходим в камеру. Кстати, по поводу камеры. Примеры приложу дополнительно. Камера, на удивление, хорошо работает. И что прикололо? Очень качественно проработан портретный режим. То есть, камера одна. То есть, вижу, понятно, что это все программно, но посмотрите. Он практически идеально попал практически везде. То есть, он вот отрезал только, видите, да, уголочки рюкзака, а при этом застежка, ну, или, как сказать, пряжку, что ли, от рюкзака, все-таки выделил правильно. Здесь руку замазал, но она как бы дальше, она не является передом. Поэтому зачет. Вот такого качественного портрета на планшетах я не видел вообще никогда. На смартфонах только у таких именитых производителей. То есть, режим портрет в этом планшете очень даже проработан. Молодцы, ребята. А это прикол. Вот такие снимки получаются, если вы будете снимать портрет, и как только он нарисовал, что все готово, будете переводить камеру. После того, как он отчитался, что все готово, нужно подождать еще 2 секунды. Только тогда снимок нормально сохранится. А это вот качество просто камеры без режима портрет. То есть, для планшета, я думаю, вы видите, все очень даже круто. Ну, фоточки, само собой, будут приложены далее. Что здесь не порадовало, это фронталочка. Она вот при движущемся мне вроде кажется, что все хорошо. Теперь делаем снимок. И увеличиваем. И мы понимаем, что, как некоторые говорят, глубины резкости нету. Ну, вообще. Фокус, в принципе, есть. Волосинки есть. Но каждая волосина, как толстая кривая ватная полена. То есть, плоско. Жизнью не пахнет. Но, в принципе, четко. То есть, в плане четкости претензий у меня просто нет. Далее, по поводу видео. Фронталочка у нас снимает сейчас где-то найдем в 1080 или 720. Основная камера снимает максимум 2К. Ой. Так, возвращаюсь обратно. Фронталка, чтобы вы видели, что я не вру. 1080 или 720. Теперь возвращаемся на основную. 2К. 1080. 720. Это примочка процессора G99 от MTK. То, что он умеет снимать 2К в видео. Фото у нас имеет возможность включения HDR автоматического, принудительного или выключенного. Подсветка автоматическая, принудительная, выключена. Настройки. Разрешение. 12, 9, 9. С разным соотношением сторон. У нас есть таймер, но у нас, не поверите, нету вообще впечатывания названия модели, планшета, еще чего-то. Зато есть режим 50 Мп. А вот теперь внимание. Если нажать еще, то у нас есть водяной знак. И после этого вот именно только в этом режиме мы будем получать фотку, которая будет содержать на себе водяной знак. Время. Дата. Все. Больше никаких водяных знаков AGM считают никому не надо. Так, есть режим Pro, где можете вручную настраивать фокусировку, чувствительность к свету, господи, экспозицию, баланс белого. Это у нас что такое? А, скорость затвора и фокусировочка. Автофокусировка, мануал. И, соответственно, макро. Он будет в самой близи фокусироваться. Так, машинка-то где-то? А где камера-то? Ага, пошел в камеру. Замер. О, как макро у нас тормозит, господа хорошие. Так, пробуем тогда поставить и замерить. То есть, тут еще угадай, в каком положении. А, где-то 7 сантиметров. Вот, тогда фокус пошел. Сейчас попробую сделать, чтобы вы это тоже видели. Вот, только сейчас поймал фокус. Ну, короче, такой себе. А можно переставить на... Как это называется-то? На бесконечность. Тогда фокус будет бесконечно далеко. Но заметьте, как медленно работает в авто... Ой, господи, в профессиональном режиме. Короче, производителю надо с этим что-то делать, потому что это не серьезно. Режим ночи. Тут уже все стало быстро и просто. Видео мы видели, фото мы видели. Портрет. Тот самый, который размывает, если не дать ему 2 секунды бонусом. И режим 50 мегапикселей. Для чего нужен режим 50 мегапикселей? Если вокруг очень яркий свет и вы понимаете, что вам не нужна офигенная светочувствительность, тогда переключайте на 50 и делайте снимок. Сейчас попробую замереть, чтобы не смазать. И это дает преимущество в пикселях. То есть, фотография. Так, слышь. Опять у нас автоповорот не работает. Фотография получается более детализируемая при зуме. То есть, мы можем больше увеличивать, и при этом пиксели позволяют все делать так, как положено. То есть, вы видите четкую картинку. Если снять то же самое в режиме 12,5, а не 50, тогда будет качество немножечко хуже. Но это уже полемика, потому что эта технология называется квадропиксел. Четыре пикселя объединяются в один для улучшения светосилы, но разделяются обратно для увеличения разрешения фотографии. Ладно, далее. Иконки на рабочем столе. Что-то я не нашел, как менять их форму. Нашел только, как менять обои и полностью стилистику всего. Так, нашел, как менять настройки лаунчера. Видите, да, что настроек стало дофига. Размер иконок. А, вот форма иконок. Господи, так, какую хочу. Вот такую хочу. Не понял. Что-то меняться будет вообще? Вот поэтому я и ругался. То есть, вроде бы оно должно работать. Видите, да? Но... Короче, нужно что-то менять. Сетку рабочего стола меняется. Это радует. Я ее уже поменял. Это режим, как в айфоне, когда все накидано на рабочий стол. Это режим с менюшкой, как у меня сейчас активировано. Показывать ли гугловские приложения слева. Можно убирать, чтобы память не засорять. Добавлять ли при установке значки на экран. Значки уведомлений. Ох ты ж. Ой-ой-ой, сколько всего. Ну вот и икон сайз что-то не работает. Ладно. О, поменялся. Господи, растормозился, разглючился. Молодец. Все, теперь они стали более красивые, чем было до этого. Далее, я думаю, видите, огромное количество программ, что свидетельствует о том, что я на него все поставил и проверил. Игры свидетельствуют о том, что игротест снят и выложен. Antutu тест не делал, потому что не вижу в этом смысла. В АИДе можем посмотреть, что у нас доступно. Камера 50 Мп. Разрешение видео 2560 на 1440. То самое 2К, по мнению производителей. Ну или я называю 2,5К. Передняя камера 8 Мп. Разрешение видео 1920 на 1440. Максималочка. Режим фокусировки фиксированный. Бесконечность. Здесь у нас авто, макро, континиус и так далее. Видеочип у нас Mali-G57MC2. Что у нас еще полезное есть? Ну здесь в принципе ничего. ЦП. Helio G99. 6 ядер А55 по 2 ГГц. 2 ядра А76 2200. Техпроцесс 6 нанометров. Так, не то, не то, не то. Датчики. У нас есть датчик ориентации. Это что такое ускорение, по-моему. Гравитация, линейное ускорение, поворотный сенсор. Господи, сколько всего много. А магнитометр тоже? Да ладно. Так. Куда тут его подсунуть-то? Ну короче, если не врет, то магнитометр в наличии. Гироскоп некалибруемый тоже есть. Игровой датчик поворота есть. Слушайте, то есть тут полный набор датчиков получается для игроманов. То есть магнитометр для автомобилистов и все остальное для игроманов в наличии. Шагомера нет. Вейк. Вейк это ходить. Шагомер и вейк это разные темы. Ладно, проехали. И еще какой-то некалиброванный датчик в наличии. Короче, специалисты по датчикам. Замираю. Сами читайте. И если есть что-то интересное, что я упустил, прошу в комментариях под видео рассказать. Кодеки. Дафикалион. Версия дроида. 14. Если кому что интересно. Батареечка по мнению Аиды. 7850. Производитель пишет в принципе то же самое. Это в общем-то и есть данные от производителя. Скачанная Аиды из сервера. Ну что. Далее. Примочки 14 дроида. Вот на этом все. Не заканчиваются. У нас панельку верхнюю. Вот эту. Можно научить проявляться по-разному. То есть когда вы с разных краев тянете, разное будет. Каждой программе нужно отдельно выдавать разрешение на всякие там разблокировки защиты. Есть переключение этих пользователей. То есть вы можете владельцам войти, гостям, а также добавлять пользователя прямо здесь. Нажав на управление, вы можете множественное количество пользователей сюда забабахать. В принципе памяти хватает. Как говорится, почему бы и нет. Памяти у нас... Что-то я опять забыл. Во. Опять неизвестно. Хорошо. Возвращаемся в хранилище. Считайте сами. Понятно. Молодцы. Да, прошивочка, конечно, непривычная для меня. Единственное упоминание про память я нашел только в ID. Она говорит 227.96 доступна. То есть, грубо говоря, 256 было. Часть заняла система, часть всяких файлов подкачки и так далее. В наличии 250 гигов на порту. Так прикольно выглядит, если чистить ручками. И есть кнопочка очистить все, что у нас работает в фоне. Так вот. Шторка у нас тоже претерпела некие изменения, но только визуальные. Она как настраивалась, так и настраивается. Можно выбирать плитки, которые нам нужно переносить в активную менюшку, которые не нужно опускать в неиспользуемые. Так. Настройки вызываются отсюда же, как и раньше. Кнопка питания появилась прямо здесь. Не обязательно сбоку нажимать на клавишу. Так, что мы еще можем посмотреть? Удаляется ли виджет? Удаляется. Многих это интересует. Внизу у нас множество программ. Мне кажется, мы туда можем еще добавлять. Или нет? Нет. Нет. То есть только пять. А вот эта вот зона неиспользуемая. Также, замечу, если мы вернемся к стоковым установкам, когда у нас жесты настраивались, ну то есть управление аппаратом, на три кнопочки внизу, иногда четыре. Сейчас вспомню, где это делается. То у нас становится все более интересно. Так, быстрое включение камеры нам не надо. Двойным нажатием. Навигация жестами. Переключаем на навигацию тремя кнопками. И вы видите, что тогда появляется здесь кнопка менюшек. Здесь появляются три кнопки. Вот зачем нужны эти пустые пространства. То есть ребята от AGM не решили изменять то, что сделал Google. Три кнопки всегда доступны на экране. То есть вот эта панелька, которую я пытался дополнить еще ярлычками, она просто съезжает в сторону, активирует панельку с тремя кнопками. И когда вы крутитесь в программах, вы видите, да, в фоне они темненькие, но они есть. Сейчас попробую с ярлычками сделать. Вот. На ярлычках они видны. То есть предполагается управление именно этими тремя кнопками. Не где-то внизу в белой панельке, как раньше было, а прямо в прозрачном фоне внизу. Да что ж ты, блин, привычка. Вот. Они всегда на экране, но часть экрана они под себя не бронируют. Они просто поверх. И вот теперь вопрос, как запустить, например, да, вот эту программу, но не задеть кнопку. Если программа сдвинута вот так. А, вот. Он доводит. Он не дает остановить поверх кнопочки. Вот такая специфика. Далее. Каких-либо извращений типа NFC для планшета данного не завезено. Есть ли фонарик? Есть. Довольно-таки яркий для одного диодика. Ну и пришло время взвесить планшет. Мне очень даже интересно, сколько он весит. Откалибровали. Так, машинка, уйди отсюда. Не мешайся. Чего? Пятьсот двадцать. Сколько? Пятьсот двадцать ровно. Ну, прикольно. Полки ложки. То есть данный планшет весит всего полкило. При баночке почти восемь ампер. Но, в принципе, неплохо. От себя замечу, что автономность не супер-пупер, но и не плачевная. То есть на день его мне свободно хватило. Тогда, когда я его испытывал старательно со всеми фото и видео. Ну, записями, скажем так. Когда я с ним игрался, вообще особо не заметил, чтобы много чего-то съелось. То есть с батарейкой для домашнего использования у вас проблем, в принципе, быть не должно. Единственное, конечно, если мы сюда подаем навороченное питание, все, что он кушает от него, по крайней мере, сейчас я наблюдаю, это 5,3 на 1,8. То есть 5 на 2. 10 ватт. Если подать его родное, 18. То есть никакой супер-быстрой зарядки сюда не завезли. Хотя G99 умеет заряжаться и 30 ватт, и 35, и даже до 60. Но ребята решили, что достаточно. Давайте попробуем погасить экран. Где у нас кнопка? Может быть, тогда начнут быстрее кушать. Если кто не понимает, что я обсуждаю, вот у меня экранчик есть. На зарядочке нет. 5,3 на 1,7 все равно. Так что планшет быстро кушать отказывается. Хотя здесь у меня до 70 ватт, по-моему, поддерживается на данном зарядном устройстве. Идет у нас 10. Ну и ладно. Короче, новаторская система для меня лично, ну и для многих из вас, я думаю, тоже. Android 14 имеет свои примочки. Про это, в частности, у меня будет видео на канале. Ну, я думаю, может быть, для вас оно уже было. Для меня оно только будет. Потому что я нашел, как обойти одну закрытую систему защиты, которая есть в Android 14. И в 13, правда, тоже. И, как не глядя на это, все равно устанавливать программы не из маркета и получать к ним полный доступ ко всем возможностям Android. Далее замечу, что у нас есть некие вставочки поверху, рядом с микрофонами. Предположительно, это зона, где у нас уже не алюминий, а пластик, за которым располагаются все активные антенны. Также замечу еще 155 раз, что планшет кажется хрупким и без чехла использовать его я не рекомендую. В частности, вот так, как я его сейчас положил, я его положил на камерные блоки. Точнее, на камерные и фонариковские блоки. Радует, что у них по периметру, конечно, есть кольцо. То есть, я не сразу повреждаю стекло. Но если долго шаркать по столу, в конце концов, сотрется вот это колечко и я начну повреждать уже и само стеклышко. По работе к G99 претензий нет. Это не суперигровой, как некоторые говорят, но и поиграть на нем тоже можно. К стеклу проблем, претензий тоже нет, потому что в рюкзаке он выжил. Я вместе с ним даже некие продукты нес. Думал, все, писец. Нет, выжил. По звуку звук обычный. Давайте, кстати, что-нибудь включим и на этом деле завяжем. Вот, меня он узнал. Я палец не прикладывал. Давайте что-нибудь. То есть, для начала нам нужно включить интернет. 5 ГГц Wi-Fi поддерживается. После этого запустим, ну, например, YouTube какой-нибудь или киончик. Нет, киончик у меня не активирован. Так, Google. То, что я его закрыл, обиделся. После перезагрузки ошибка уйдет. Это я уже на многих устройствах видел. Вот, звук вы уже, в принципе, слышали. Но нам интересен YouTube. YouTube. А, нет, YouTube. А, давайте в обратном порядке. Откроем отсюда. Контент. Давайте как раз его игротест. Так, я не понял, где тут у нас плейт я забыл. А, вот. Открыть уже обычный YouTube. Ну, и сейчас посмотрим, как он будет работать с видосиками. Итак, дамы и господа, перед нами планшетик H&M. Если я правильно помню, P2. Да. H&M под P2. Узнает он меня или нет? Ну, вот что-то лицо. Он нифига не узнает. Придется паролем. Любители... Ну, то есть, слышите, да, что вибро есть? Басов нету, грубо говоря, вообще. Потому что он невысокий. Да, играть я, конечно, уже не могу. Зато, да, кстати, экран 90 герц, который я упомянуть забыл. То есть, звук вы слышите, что басов точка нет, в остальном частоты все, в принципе, есть. Так что у нас управление кнопками я уже забыл. Так, возвращаемся в настройки и финалочка показываю, что экран на самом деле поддерживает 90 герц. То, что я вам забыл показать. И по всем настройкам полностью я не лазал, потому что настройок очень много. Никаких отличий от 13-го дроида. Ну, скажем так, почти никаких отличий. Потому что 14-го отличается по процентам на 10. И все, что должно быть в 13-м и 14-м, здесь само собой есть. Так, где у нас... О, частота обновления экрана. 90, 60 или автовыбор. Ставим авто, и тогда он будет сам автоматически подбирать частоту под задачу. Если ставить принудительно, он будет показывать принудительно. Отображение скорости шторки... Ну, как вы видите, не работает. То есть интернет есть, а в шторке скорость не появилась. А, появилась она. Вон там появляется, в уголочке. Не стандарт. Я привык, что она там. Она теперь здесь. Значит, все нормально. Все появилось. Это у нас настройки лаунчера. И есть даже стиль прозрачности. Ух ты ж. Ну-ка. Или что они подразумевают? А, понятно. Листание как происходит. То есть уже полноценный линекс с его этими примочками. Ну что, хорошо. Короче. Стоит ли брать такой аппарат человеку, который... Рукопоп. Нет. Стоит ли брать такой аппарат, как домашний медиа-центр? Да. Потому что его, как вы видите, с легкостью на это все хватает. Достаточно ли вам будет дома яркости экрана? Более чем. Достаточно ли будет в солнечный день? Ну, с натяжечкой. Будет видно плохо. Есть ли у нас тут микрофоны? И один или два. Два полноценных микрофона. При записи видео пишется стереозвук, что меня очень сильно поразило. То есть вот такой классный, а не одинаковый микрофон, и звук пишется очень хорошо. Хорошие ли камеры и постобработка? Портрет обалденный. Камеры просто хорошие. К сожалению, фронталочка хуже, чем основная. Ну, извините, 50 и 8 разница есть. Есть ли какие-то навороты системные? Есть магнитометр и куча датчиков, которые будут полезны людям в играх. Есть ли какие-то видимые мной косяки? Есть. Если я вот отключаю на рабочем столе вот эту вот гугловскую фигню, после которой у меня вот отсюда должна выезжать гугловская менюшка с программами и надстройками от самого гугла, то тогда, если я аппарат не перезагрузил, пару ошибок вылетит, как будто гугл совершил недопустимое и был вырублен. После того, как мы перезагрузимся, эта ошибка уходит. Но опять же, если вы это заново включаете, у вас опять появляется ошибка, которая уйдет опять только после перезагрузки. Надеюсь, что это до обновлений и надеюсь, что в ближайшее время это пофиксит. При старте планшета у меня уже прилетело одно обновление. Видимо, до этого было еще хуже. Есть ли косяки в настройках? Нет. Есть ли косяки в недопереводах? Естественно, есть. Некоторые пункты не переведены и они до сих пор на английском языке. Производитель уберет их или нет? Не знаю, но надеюсь, что уберет. Есть ли что-то, что меня поразило? Ну, в общем, да. Вот эти вот три кнопочки в правом нижнем углу это для меня что-то. Но на самом деле оно мне не только поразило, но оно мне неприятно, поэтому я его отключаю, если вспомню, где. Система жесты. И возвращаю вот так. Ну и тогда появляется глупость. То есть внизу у нас иконочки, пять штук, а по бокам куча пустого места, на которое мы ничего поставить и не можем. Теперь точно всем спасибо. Всем пакета. Все, что мог, рассказал. Далее пойдут уже специфические видео, если найду что-то интересное именно про эту интересность. Ну или если вы будете о чем-то очень старательно спрашивать, и я буду готов ответить на ваш вопрос в виде видео. Больше рассказать про него нечего. Всем пока. Далее вы увидите четыре фотографии и три видео с этого планшета. Ну а если вам интересно более подробно рассмотреть большее количество фото-видеоматериалов, то для этого смотрим отдельное видео. Напоминаю, фото и видео большее количество в отдельном видео. Возможно, ссылка где-нибудь всплывет. Смотрим видосики. Проверяем фронтальную камеру. Самый ЧМ-22. Фронталка, по-моему, снимает даже лучше. Так, попробуем его зафиксировать. Ну, на первый взгляд, да, фронталка снимает очень хорошо. А дальность? Ну, фокус где-то в метре, в двух, не далее. Проверяется. H&M под два. Питер, вечер. Надеюсь, в окне стерео. Стабилизация, как вы видите, нифига не завезли. И мужик чего-то играет. И мужик чего-то играет. И больше ничего не за... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok